Если бы ты был туристом, який объект, что бы тебе было в большинстве разного на Ставичничине? Ну, кроме естественной красоты, которая на Ставичничине есть, которая, я считаю, достаточно своеобразной и неповторимой, конечно, есть объекты и другие, которые интересуют туриста. Но, кроме естественных памятников, которые поставлены разным людям, которых мы можем видеть и в парку, и на другой территории Ставича, есть памятники естественные. Это здания и сооружения, которые надо приложить все возможные усилия, чтобы их сохранить, тем более, что их осталось реально не так много. Кроме больницы, которая охраняется государством, есть, напротив, достаточно старое польское здание, где у нас рентген на сегодняшний день находится, которое надо постараться, по крайней мере, хотя бы внешней частью сохранить. Там уже, ну, может, уже нету я, как говорится, товарищ не местный, казачок засланный, не все знаю. Это здание военкомата бывшего, которое селищно рада и Владимир Кашинский, глава Ставича, слава богу, прилагает все возможные усилия, тоже, говорится, для поиска и какого-то возможного решения по его сохранению. Столетний еврейский дом. Старый, да, старый, говорится, еврейский дом, который четко и ясно характеризует ту архитектурную постройку, которая шла по центральной улице. Об этом мы можем видеть не только по этому дому, а и по некоторым, к сожалению, немногочисленным фотографиям на этой улице. Хорошо бы, конечно, сохранить небольшую церквушку, которая находится напротив базара, на которой на сегодняшний день у нас продаются комби-корма. Хотя было бы, наверное, более правильно все-таки в святом месте продавать, ну, хотя бы сделать церковную лавку, продавать, может быть, в базарные дни, может быть, какие-то другие, говорится, дни, вещи для прихожан. Ну, те же иконы, те же свечки, ну, и другую, может, там, церковную атрибутику. Ну, в общем, все, что с этим, говорится, связано. Здание синагоги. Одно единственное синагоги, которое нам известно на сегодняшний день сохранившееся, это общежитие второй школы. Ну, по крайней мере, хотя бы постараться его слишком сильно дальше не видоизменить. Понятно, что в советское время там тоже была пристройка, достройка. Сделано, ну, было бы, может, неплохо сделать, там, повесить какую-то хотя бы, вроде, табличку, что здесь раньше была синагога. Понятно, что синагогу там из нее вряд ли кто-то уже будет делать. Хотя, в принципе, со временем исключать ничего нельзя. Времена меняются, слава богу, некоторые вещи стали восстанавливаться. Стараются привести, ну, как бы, хотя бы к надлежащему виду, какому-то, чтобы хотя бы немножко сохраняться в памяти. Также, конечно, есть вот достаточно старое здание. Это здание музыкальной школы. Или не музыкалки, или у нас... Или статистика, да, здание статистики, наверное, тоже старое, да? Где-то столетней давности хотя бы. Да, здание, может, не сильно, слишком чем-то примечательное и с виду, и не особо, может, даже знаем, что там могло находиться раньше. Ну, тем не менее, я думаю, что такой постройкой пренебрегать тоже, наверное, не стоит. Хотя бы сохранить его под что-то, говорится, что сделать, там, вопрос уже, конечно, это не мой. Здесь будет общество решать этот вопрос, а также на уровне приниматься, наверное, селищной рады. Ну, торба было бы неплохо сохранить.